всех привет и пряного просмотра продолжаем проходить историю фифу 19 на чем саза ким хантера с не ошибаюсь играем давайте посмотрим по одежду я ничего не одежды штанишки юбочки юбочка такие есть ё-моё такая прикольная и кроссовочки да вот такие оденем не особо прям подходит ей вот это лучше на самом деле выглядит вот так мы будем внешний вид удачнее одеты так тут что у нас давайте посмотрим на прическе вот эта волна больше прикольно форма что у нас по форме бутсы понятно с формой всегда с бутсами все связано потому что больше нам делать нечего ну окей погнали дальше мы мы в вас анджелесе это наше продолжение мы начинать играть по-любому нас весь соперник а чему плохо с ней шею ой заперну напарники на соперник это просто да что-то поднялось капельку да далее далее понятно все вот это тачистика у нас здесь да она игру мы сыграли ничего не забили ничего да замечательно просто ладно далее что у нас у нас идет тренировка это замечательно мы говорим с вундеркиндом женской сборной сша по футболу ким хантер ким это были два очень важных месяца дебют сборной самая юная футболистка на отборочном матче чемпионата мира да но я стараюсь об этом особо не думать я просто хочу и дальше показывать лучшую игру в своей команде как ваш брат алекс к этому отнесся учитывая что сам он в сборную еще не получал вызова семья хантеров наверно всегда серьезное соперничество алекс меня очень поддержал да он отличный старший брат но лично я об этом мечтала с тех пор как было вы говорили с алексом после его перехода в реал мадрид как он там осваивается пиздец блять взял в этом друзья и последний вопрос как вам новая форма команды пиздец nike наш технический спонсор крутая форма да форма выглядит отлично спасибо бля пристал нахуй хочу поймешь были удары бейте точно и главное сильно я хочу чтобы работники стадиона сетки латали когда мы закончим ну чё погнали ударом мы основном составе находимся это замечательно давайте поиграем чуть тренировочку а там посмотрим что у нас один на один с вратарем у нас тренировка таким бля нихуя себе вратарь ух какой был ударчик хороший опять удар хороший о замечательно просто и еще один у нас замечательно прекрасно на отлично делаем это вратарь ловит у нас отлично на тебе у нас будет преследовать и фразу все от не лет да все последний удар и мы забиваем у нас все замечательно она отлично отыграет поехали дальше поехали дальше поехали дальше я так понял все это у нас до удара будет замечательно по 500 не слишком хорошо у какой прекрасный удар был опана и чё было перекладина мимо бля ух шестерочку головой прямо тренируемся прямо эту на стадионе да все замечательно просто супер все у нас прибавилось далее сегодня ты просто превзошла всех рада это видеть спасибо большое очень рад это услышать оттуда в вас тренер ну что у нас три очка дали у нас три очка есть вот это надо прокачать и вот это надо прокачать все прокачали мы все остальные очки ну чё погнали дальше у нас игра дальше да будет по идее или нет и у нас какой-то разговор будет а к вам полетели интересно мадрид испания весна 2016 год вот 2019 бле я так сказал не знаю сам братушу приехал уязка брат какой богатый здрасьте кэд да ким ты повыше чем я себе представляла когда алекс не явился в аэропорт я подумала что перепутала день так что взяла такси уверенно шофер ободрал меня как липку увидел американку и подумал туристка сто шесть евро отдала ясно алекс за это заплатит заходи привет ботан думаю сможем сделать о тебе сюжет на следующей неделе после интервью спортивным новостям может одновременно все сделать все равно вопросы будут одни и те же тебе нужно установить контакт с прессой каждый твой ответ они должны считать эксклюзивом именно так мы сможем укрепить твой бренд алекс алекс не хочешь сказать привет своей сестре кэт мы с алексом пытаемся бедняжка не знала что думать оказалась одна в аэропорту в чужом городе а ты так и не появился что никто в твоем эскорте напомнить не мог ханскорте мам остынь сейчас мы закончим не затыкай меня лучше реши что для тебя важнее все это всего лишь мишура алекс думаешь кто то из них останется если твоя карьера рухнет он может он раньше семья для тебя была всем забыла то а теперь ты себя окружил какими-то тусовщиками и сам поверил в этот факт мне кажется продумать каждое слово которое сейчас скажешь мне пойдем милая я этих людей больше видеть не хочу тебе надо поесть мам милая 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 а милая Classic милая милая или милая мне Нет, мне жаль. Я, конечно, люблю отца, но иногда он ведёт себя как полный идиот. Великие умы. Так, ужинать. Надеюсь, ты любишь Хамон. Можете здесь встать? У меня есть идея. Что теперь мы за Хантер играем, я не понимаю. Ну, интересная, конечно, история. Конечно, он стал заниматься. Спасибо старшему брату. Окей, значит, мы остаёмся. Напарники у нас почему-то подросли, почему, не знаю. Ну ладно, не особо важно. Давайте дальше продолжать. Что у нас дальше? Тренировка на базе? Окей. Снова у нас тренировка ждёт. Тренер хочет больше отдачи от стандартов. Так что тренируемся, а потом тренируемся снова. Зайбись. Охуяно были сказаны слова. Вот чисто тренируемся. Мы что, против испанцев что-то приехали играть, я не пойму. Зайбись, зайбись, зайбись. Я теперь тренируюсь бить угловые. Прямо пока всё замечательно. Нет. Три на три уже. Ууу, как прекрасно был этот мир. Как прекрасен был этот бац. Всё прекрасно. Мы это здесь выполнили. Тренировку. Ну что, всё супер. Первая тренировка у нас опять вошла себе замечательно. Продолжаем дальше. Ну вот это я не люблю на самом деле. Бля, ну я же попал. Ёб твою мать. Не, это долго будет мучительно для меня. Ёб твою, куда я? Не. Почти. Пускай так и будет почти. Заморачиваться этим пенатем я не хочу. Мы всё равно оставим старт в составе. В любом случае. Как ни крути здесь. На этом всё. Теперь отдыхайте. На курт даже поднялись ещё больше. Это просто замечательно. Нифига. Приехала вся сборная. Германия. Ой, бля. Германия. Вся сборная. Американская, бля. Женская, бля. В Испанию. По идее, в настоящее время должны быть этот идти. А будто и у нас... Ааа, мы против итальянцев играем. 31 марта. А мы часа приехали, чтобы итальянцами играть? Да, итальянцами. Ну чё, переходим к игре, значит. Да, за Хантера, конечно. Да, за Хантера, конечно. Встреча. 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 Здравствуйте. Сегодня нас ждёт большой футбол. Футбол международного статуса. И хочется верить в международного класса. Меня зовут Георгий Четанцев. Моего коллега Константин Генич. Давайте пожелаем нам всем хорошего футбола. Сегодня сборная Италии встречается со сборной США. Сегодня у нас не обычный матч, а поединок национальных команд. Это всегда интересно. И непредсказуемо. Клубный футбол это одно, а сборная это совершенно другое. Я лично всегда с большим нетерпением жду подобных матчей. Надеюсь, ожидания наши оправдаются. Состав сборной Италии на ваших экранах. Тандем нападающих обладает большей свободой при такой остановке. Да, и от них сегодня, конечно, будет зависеть очень много. Георгий, а напомни мне, пожалуйста, какие достижения есть у сборной США. Ну, если ты откроешь свой планшет, ты можешь спокойно все эти достижения там посмотреть. А вопрос риторический. Сборная США – лидер мирового женского футбола. Здесь больше добавить нечего. Состав сборной США нам показывает. Этот тренер явно консерватор. Действительно, ничего нового он не предложил. Расстановка кажется старомодной. И посмотрим, насколько она окажется эффективной. Ну что, начнется наш матч. Первый тайм начался. Уже мы напарники называемся. Опа, перехватывает мяч у нас. Блядь, опустил его. Благодаря прессе. Нет, не дошел этот пас до адреса. Вот навес был плохо идеи. Я говорю, плохой был. Надеюсь, идеи этого дурацкого навеса. Барбара Балансе. Барбара Балансе. И мяч в воздухе после такого выноса. Есть штрафной адресатор и навес нужен. Хороший вынос мяча из штрафной. Блядь, ты еще ваут убеги, убежал. Ну как так ваут можно было убежать, блядь? Ё-моё, блядь, бизеет. Ой, блин, дурдом. Вот итальянцы-то. С американцами с ума сойдешь. Еще не хватило. Удар! Блокирует защиту удар. Собственно, выполняет свою основную цель. Хантер. Карли Лойн. Алекс Морган. Есть свободная зона перед игроком на флаг. Блядь. Морган Брайан. Хороший пас, спасибо. За хороший пас, что меня похвалил тренер. Но при этом мы со мной играем не очень хорошо. Просто рейтинг имеем чуменный, блядь. Мы врезаемся всех подряд, даже сам компьютер, блядь. Дай мне пас-то, блядь, заебалевый. Чуть опускается игрок, чтобы получить этот мяч. Отличный отбор, но мяч-то кому достанется? Мартино Розучи. Хорошо мяч перехватили в атаке. Видит игрока впереди и отдает пас на ход. Блядь, упали нафиг, еще там провалились. Нападение. А, товарищеский матч, не особо важен он на самом деле. Ну, замечательный просто. Молодцы. Блядь, не тому пас, не тому пас, не тому. Так что не ей хотел я опоздать. Ай, блядь, ну это пиздец пас. Я не просил ей, что паса надавал. Заебись. Отняли мяч, вообще просто охуенно. И подача туда, в сторону ворота. Вот это повезло. Вот это они не забили гол. Вот это очуметь просто был забитый голом. Очуметь. Вот так ударился и в другую сторону покатился. Вот это гол. Вот, точнее гола не произошло, блядь. Пиздец. Просто слов нету. Просто нету слов. Опа, мы с мячом, замечательно, передаем пас на фланг. Блядь, сука, не туда хотел я давать пас. Ну, на вес прям вратаря был. Смысл этого не небольшого. Смотрим за атакой. Стремительно она развивается. Разгадали замысел соперника. Они и завладели мячом. Две минуты еще играть. Именно столько добавляет судья. Меган Раппин. Все, две минуты дополнительно. Заканчивается первый тайм 0-0. Да. Пока 0-0 у нас в первом тайме. Хотелось бы больше. Согласен? Да я всегда согласен в большего. Но, увы, получается какая-то фигня полная. Опять все по нулям. От шумена просто. Ну что, продолжаем ко второму тайму. Переходим. Мы не в середине поля. Нам дают пас. Полная половина встреча у нас началась. И если она будет такой же скучной, как и первая, то я тогда не знаю. Разбудишь меня после шеста? А может быть ты меня разбудишь, потому что я, честно говоря, никак не могу проснуться после тайма первого. Бля, ну хороший был, конечно, блядь. Но, увы, он был не точный, на самом деле, этот навес. Да вообще просто замечательно, блядь. Давай иди в атаку. Блядь. Сука. Ждем судейского свистка. Замена готова. Игрок стоит уже на обровке и ждет выхода на поле. Кристиана Джирель. Отобрала мяч в своей штрафной. Здорово сыграно. Спасибо за пас, бля, охуенно. Блядь. 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 Петридер falou. Итальянская сборная ведет мяч в игру от углового флажта. А это ещё угловой у нас, да? Так оно замена. Так, указание понятно. Забить следующий гол 1 нет. Я не забиваю гол, я даже пас нормально не могу дать. Там это ничего я, блядь. Тут вся команда не хочет давать пас, нормально. Во, блядь, теряя позицию, минус, блядь, сразу, ё-моё. А что, помочь команде, это не важно, да? Блядь, сыгранности вообще никакого нету. Блядь, всё-таки, сука, отняли мне мяч. Оторвали. Пиздец, пиздец, что творится-то. Куда ты даёшь пас, блядь, ебать вам нахуй, это пиздец. Попросил пас, я, блядь, нахуй, что мне дали, блядь. Нет, ё-моё. Он вместо меня подумал пас дать в компьютере. Я нажимаю пас, и вон, делается ещё второй раз пас. Офигенно просто, прям замечательно. Не смог я, не смог, не смог. Хороший адрес для передачи. Эту передачу надо было перехватывать, иначе могли возникнуть проблемы. А вот и тактические перестановки. Короче, понятно, меня запоменяют нафиг. В конце вообще игра не идёт никакая. Так, у итальянцев замена идёт. У итальянцев замена. У неё прекрасная статистика в этой игре. Почти все передачи точны. Линси Хором. Ким Хантер с мячом. Развивается эта атака, что-то из-за этого может получиться. Пиздец просто творится, не знаю что. Ну всё, бля. Чё ты всё говорит? Давай меняй уже мне нахуй. Моё молодое дарование, которое сейчас показать не может ничего. Классный перехват. Всё правильно, вывед мяч из штрафной. Меган Рапин. Ну, непросто, конечно, такую оборону проходить. Это пассивный такой режим и ставка на превосходство в количестве, я бы сказал. Голов команды пока друг друга не забили. Возможно, последние пять минут что-то изменят. Угловой уходит мяч. Замечательно он отбил. Ну, вот это нормально. Вратарь прям хорошо нарисовали его. Американского, бля. Блядь. Мяч самый у нас. Блядь. Такие пассы дают. Пиздец. Всё, отыграли 0-0. Полный матч отыграли, бля. Там грозили, грозили поменять. Так, так, нас и поменяли. У меня оленя фига. Но, в первую очередь, цель в такой встрече в подготовке к официальным матчам. Юргий, ну ты, как всегда, прав. Думаю, оба тренера могут быть довольны сегодняшним результатом. Да, вообще, просто, да. Ювентус ещё, блядь. Да ничем не выполнить. Даже думать об этом не надо, блядь. Опять, они страдания здесь. Ну что? Так, мы 19 минуты отыграли. Брыз получен в игре. Процент передач 78, касание мяча 29, точно паса 15, важно паса 0. Ну тут вообще мы ничего не сделали, вообще не били повороты, можно грубо говоря. Все, все сданные здесь будут как раз. Ну, напарники, замечательно, браз. Просто замечательно, все. Да тут дриблинг у нас появился, но скорость у нас там не прибавилась. Опа-на, почти уже 75 общего. Так, ну он больше ничего не изменит, далее. А, он опять дома? Короче, он домой прилетел. Замечательно просто. Так, теперь рекомендую за Хантера нам. Ну это за Хантера мы посмотрим уже в следующей серии. На этой ноте мы заканчиваем эту серию других прохождений. Всего удачи вам и пока.